В эфире РБК Омск. Новости в студии Василия Япончинцев. Сегодня в выпуске. Кадры решают все. Губернатор высказался о новой команде. Доступный проезд. Какой предел установили частным перевозчикам? Береженого врач бережет. Когда для омской медицины наступит светлое цифровое будущее? Ломать не строить. Когда «Авангард» вернется на Омскую арену? Представители частного извоза в новом году, даже если очень захотят, не смогут возить омичей задорого. Накануне в РЭК утвердили предельные тарифы для частных маршрутов. В итоге цифры оказались ниже того, что рассчитывали и что просили предприниматели. В среднем от 26 до 28 рублей. Хотя по расчетам самих перевозчиков, себестоимость поездки выходит не ниже 32 рублей. При этом для муниципального ПТП номер 8 предельный тариф составил 30 рублей. Именно такую сумму придется отдать пассажирам наличными за проезд в городском транспорте. Между тем, в частных микроавтобусах проезд за наличку обойдется не дороже 28 рублей. Впрочем, и эти деньги, по задумке специалистов Департамента транспорта, минуют карман предпринимателей. Уже весной запланирован массовый перевод частников на муниципальные контракты, которые подразумевают перечисление всей выручки в бюджет, из которого впоследствии предприниматель будет получать компенсацию в зависимости от пройденного по факту километража. «Вообще мне, как перевозчику, мне вообще удобно, чтобы все по безналу ездили. Это, во-первых, безопасность водителю. Я уже точно буду 100% знать, сколько водитель перевез. Не надо ему лишний раз отвлекаться куда-то что-то. То есть это намного всем удобнее. Если вам нужно, понимаете, вот в Москве, да, вот все же равняются Москва, Москва, Москва. Там 55 рублей проезд. Но это за наличку. За безнал можно 45-40 рублей. Ну, разную поездку купить. 5-10. Да, там в зависимости, почему бы и у нас это не реализовать. Муниципальные контракты частному извозу неинтересны. Денег по этим контрактам не заработаешь, заявляют перевозчики. Из-за падающего пассажиропотока многие маршруты уже стали убыточными, и предприниматели просто отказываются обслуживать их. Например, маршрут номер 49. Мэрии пришлось выставлять на брошенное направление муниципальные автобусы. Неподъемная сумма о МИЧИ не готовы платить тройной тариф за вывоз и переработку мусора. Особенно не видя результат. До сих пор региональный оператор не определил тарифы и пункты приема отходов. Дожидаясь обратной связи, директора омских полигонов пока продолжат работу в штатном режиме. И даже модернизируют площадки подробнее в нашем сюжете. Мусорная реформа обойдется МИЧИ дешевле, но все равно ударит по бюджету. Чтобы переход на новую систему сбора и утилизации бытовых отходов стал для населения менее болезненным, в федеральном правительстве накануне озвучили ряд мер, которые позволят смягчить реформу. В частности, региональных операторов предлагают освободить от уплаты НДС. То есть тариф автоматически должен будет снизиться на 20%. Еще одна идея – заморозить на несколько лет рост платы за негативное воздействие на экологию. И самое главное – разрешить использовать полигоны, которые не попали в госреестр. Таким образом, операторы смогут экономить на транспортировке. Но отвечать за проведение реформы теперь губернаторы будут лично. Подчеркну, этот переход должен быть достаточно плавным, чтобы не возникало сбоев в вывозе мусора, а также новых свалок. И что тоже очень важно, чтобы люди не столкнулись с резким ростом тарифов. Это в значительной степени зависит от решений, которых будут приниматься регионами. Накануне в федеральном правительстве признали, что переход на новую систему сбора и утилизации бытовых отходов в большинстве российских городов провален. И Омская область не исключение. Хотя, в отличие от других, в Омске все-таки успели определиться с региональным оператором. Новосибирская компания «Магнит» с 1 января должна собирать деньги с населения за переработку мусора. Однако до сих пор в Министерстве природных ресурсов области, которая курирует этот вопрос, не определились даже с новыми тарифами. Известно только, что плата будет взиматься в зависимости от количества человек, прописанных в квартире или доме, а не с квадратных метров, как это было ранее. Собственно, о самом тарифе эксперты предпочитают не распространяться. Говорят уклончиво, что стоимость услуги ворстит минимум в два раза, а повышение вовсе будет пятикратным. Впрочем, это все предположения экспертов. При этом до сих пор неизвестны не только маршруты вывоза мусора, но и конечный пункт этого маршрута. Принимать в Омске способен лишь один полигон – Надеждинский. Сегодня там презентовали новую линию сортировки мусора. Объект начнет работать уже весной 2019 года. Предполагается, что ежедневно здесь будут трудиться 25 человек. За год комплекс сможет переработать около 80 тысяч тонн мусора. Но, как признаются специалисты, это всего лишь 5-10% от общего количества отходов. Данный объект позволит решить насущную проблему по обращению с отходами в Омском регионе и будет иметь высокую степень сортировки, что позволит минимальное количество отходов захоранивать земля и извлекать полезные фракции для дальнейшей переработки и использования их в быту. За счет оборотных средств и вложений собственников удалось не только построить сортировочный комплекс, но и купить современную технику, которая помогает уплотнить отходы, что исключает возможность пожара на полигоне и помогает уместить в хранилище больше мусора. Строительство мусоросортировочного комплекса обошлось Надеждинскому полигону почти в 20 миллионов рублей. Но, несмотря на это, тарифы в январе 2019 года они не поднимут. Пока у руля не встанет региональный оператор, эксперты уверяют, что даже внедрение новых технологий не позволит снизить величину тарифа. Она будет явно больше 100 рублей с человека. Особенно, если региональный оператор решит взять в качестве ориентира соседние регионы. К примеру, в Новосибирске тариф уже определили. Он составил 92 рубля, а в Екатеринбурге – 150. Сбросят балласт для пущей скорости. Александр Бурков пообещал, что изменения в областном правительстве не закончатся после череды громких отставок и не менее громких назначений. На встрече с журналистами губернатор заявил, что Кабмин ждет глубокое переформатирование и оптимизация. Так, несмотря на появление сразу пяти новых министерств, госслужащих станет меньше. Это в теории должно сократить время на раскручивание бюрократических механизмов и снизить нагрузку на бюджет. Правда, скольким именно сотрудникам правительства придется искать новое место работы, пока неизвестно. Зато губернатор приоткрыл завесу тайны над тем, как отбирал кандидатов на должности министров и зампредов. Я детально провел собеседование с профессиональными сообществами, с экспертами, с общественниками при обсуждении той или иной кандидатуры на постминистра или заместителя председателя министра. Да, большая часть людей, которые работали в этой системе, но они за неполные 14 месяцев были, скажем так, проверены, они показали себя, они доказали свои профессиональные знания, уровень свой профессиональный. Журналистам презентовали и схему работы обновленного Кабмина с учетом изменений, которые уже произошли и произойдут в ближайшее время. Судя по этой схеме, должности министра региональной безопасности и министра имущественных отношений пока вакантны. Ровно как и должность министра энергетики, на плечи которого ляжет забота о сфере ЖКХ. Когда с карты областного правительства исчезнут белые пятна и в каких вопросах Александр Бурков намерен пойти по стопам своего предшественника Виктора Назарова, ответы на эти и другие вопросы в программе «Мальковые итоги» смотрите в эту субботу в эфире РБК Омск. Кадровые перестановки в правительстве Омской области обсудим с доцентом кафедры политологии Омского государственного университета Иваном Жуковым. Здравствуйте, Иван Константинович. Здравствуйте, Василий. Нас всех удивил избранный губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков. Он в сентябре победил на выборах, но правительство сформировал только в декабре. Прошло три месяца. Почему так долго тянули? Ну, здесь стоит вообще задаться вопросом, то есть, если бы не решение президента, смог ли стать бы Александр Леонидович, в принципе, губернатором какого-либо региона, тем более Омской области? Наверное, нет. И здесь во многом, наверное, команда формировалась на ходу. И, соответственно, поскольку ни у партии, ни у самого кандидата, а ныне губернатора своей устойчивой команды не было, кого он мог бы, как говорят, привезти в регион, то, соответственно, вот все это развивалось по принципу «главное ввязаться в бой, а там разберемся». Вот только поэтому и сформирована ныне команда. Мы ждали каких-то приглашений, кадров новых, но состоялась перетасовка. Новых министров повысили до вице-губернаторов, старых вице-губернаторов убрали. Вот в отставке отказались Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанищиков, Татьяна Вежевитова и Андрей Староженко. Ждали, что кто-то другой все-таки подъедет? Почему их нельзя было сразу после выборов убрать, а они три месяца еще в непонятном статусе находились? Почему? Ну, я думаю, что эти отставки состоялись, когда губернатор уже полностью почувствовал, что имеет контроль над ситуацией. После того, как он, может быть, предпринял какие-то действия, попытки сформировать команду, вот исходя из того, что он получил или не получил, кадровые решения принимались. Я думаю, что какой-то стратегии кадровой изначально у него не было, поэтому сейчас все развивается по принципу такому постепенности. Как говорится, что имеем, да, вот из того и исходим. Вот только поэтому. Если мы пойдем по персоналиям, Игорь Бондарев, бывший руководитель регионального управления ФСБ, занимался в правительстве вопросами региональной безопасности, Федоровкой, метро, Красногорским гидроузлом, был так называемым государевым оком в правительстве Омской области. Вот с его уходом, кто может взять на себя роль мостика между правительством Омской области и силовиками, силовым блоком? Или теперь уже не будет такого человека, кто мог бы эту связь осуществлять? Я вполне допускаю, что такого мостика формального не будет. Если посмотреть на губернаторов так называемых молодых технократов, да, то это, в принципе, не первый такой случай. То есть я думаю, что такой мостик и так есть, просто он не является формализованным. Я помню, как какое-то время назад, еще при Назарове, допустим, в Омск приезжал представитель администрации президента, который тоже человек с погонами, который, допустим, отвечал за надзор, скажем так, присмотр за такими регионами, например, как Омской области, почему-то Хакасия. То есть такие мостики есть, их довольно много. И я думаю, что после вот этой формальной отставки Бондарева мало что изменится. Точно так же контакт губернатора с администрацией президента и силовиками сохраняется. Просто он будет, наверное, менее выражен так в виде формальной должности Бондарева. Сергей Петрович Фролов. Год назад его пригласили в правительство Омской области на должность вице-губернатора по устроительным вопросам. Я так понимаю, что в обмен на то, что он отказался баллотироваться в мэры города Омска. Прошло чуть больше года, и вот он снова, скорее всего, вернется на муниципальный уровень власти. Предыдущие договоренности больше недействительны, или он действительно показал себя плохо в такой токсичной среде, как работа с обманутыми дольщиками и сдача многострадальной поликлиники на Левом берегу? Там сроки были сорваны в очередной раз сдачей. Да, да, да. Ну, тут и то, и другое, я полагаю. Вообще, вот эта история с решением вопроса с мэром предельно изящно была решена, бесконфликтно. И я думаю, что прежние договоренности действительно могли быть через какое-то время обнулены. Я не думаю, что губернатор обещал Фролову золотые горы. То есть год такой, срок приличия прошел, а формальное основание для отставки человека, который находится на такой токсичной должности, всегда есть. Это, в принципе, расстраивальная должность современной России. Поэтому вполне возможно, да, он действительно вернется... Ну, говорят, что главой центрального округа будет. Да, да, да. То есть это небольшой, как бы, такой, level up, да, по сравнению с тем, какую должность вот муниципальной сфере он раньше занимал. Можно вспомнить, что, собственно, в свое время господин Шрейдер, да, начинал, кажется, свою... В центральном округе. Да, в центральном округе. Поэтому, в общем-то, вполне нормальный размин, более спокойная должность. Тем более опыт работы главой Кировского округа у Сергея Петровича есть. Конечно, да. Поэтому вполне возможно, что он вернется на муниципальный уровень. Возможно, тут, опять-таки, да, вот как-то прозвучала хорошая фраза от одного из коллег, это еще в период Назаровский было, да, о том, что у губернатора есть ресурс не только в виде назначения на должности, но и в виде обещания некоего, да, поэтому его могут направить на местный уровень с неким обещанием, а потом, если, так сказать, будете себя хорошо вести, там, все возможно, глядишь, там, пост мэра и так далее, почему бы и нет. Принято, когда чиновник уходит, некую синекуру предложить ему. Вот Татьяне Анатольевне Вежевитовой ничего не предложили, она говорит, что даже три месяца не смогла доработать до пенсии, а у нас гражданам предпенсионного возраста сейчас очень особенные отношения, и она не сможет уже рассчитывать, наверное, на ту пенсию, на которую хотела бы. Почему с ней так обошлись? Хотя курировала-то вопросы экологии, и тарских лесорубов тоже достаточно сложные. Ну, вот если вспомнить, как она вошла еще в правительство Назарова, да, то есть там была тоже довольно сомнительная история, да, как потом она находилась в этом правительстве долгое время, я так полагаю, ее нахождение в правительстве было, ну, знаете, таким элементом попыток консенсуса со стороны Буркова в отношении Галушкова. Ну, сейчас необходимости вот этих компромиссов нету, соответственно, вот со стороны губернатора, ну, возможно, это некое личное решение даже, да, то есть, конечно, мог бы, да, дать доработать, но с другой стороны, очевидно было, что надо принимать решения кадровые сейчас, то есть обновлять правительство, то есть ради, грубо говоря, некого процента, да, потому что сказали, вроде как бы треть надо заменить, да, давать досидеть человеку там три месяца, которые, в общем-то, ничего не должны. Кадры подобраны, но структура будет формироваться еще до марта. Говорят, что не будет Минпрома, говорят, что появится Министерство региональной безопасности, уже говорят о том, что Главное управление внутренней политики и Главное управление информационной политики сольется в некое министерство, которое возглавит новый куратор внутриполитического блока Михаил Каракос. Почему толкнулись не от структуры и уже под структуру подбирали людей, а набрали сначала людей и только сейчас формируют структуру? Такая схема, на мой взгляд, порочна. Я думаю, что возможно отталкиваться от людей при перетасовывании структуры только в одном случае, если набраны суперархипрофессионалы. В нашем случае, к сожалению, пока их так называют, наверное, преждевременно. И здесь мы просто исходим из того, что, опять-таки, у губернатора крайне малочисленная кадровая обойма, еще меньше людей, которым доверяют лично. Соответственно, он вынужден выполнять обещания, которые давал, ну, ладно, там, населению, что переформирует правительство. Я думаю, что такие обещания он давал администрации президента. Мне примерно кажется, как мог обстоять разговор. Вот после того, как предложили стать губернатором, сказали, ну, Александр Ильич, вы как с командой-то справитесь, сформируете. Потому что, вот помните, да, как предыдущий губернатор, да, все упоминаю, постоянно жаловался на отсутствие команды. Да, и у него еще хватило ума жаловаться в администрации президента, что, дескать, не могу команду сформировать еще, по-моему, на втором сроке он уже это говорил. Вот, соответственно, этот вопрос наверняка был задан. Александр Ильич, как у вас получится сформировать команду? Есть люди. Александр Ильич, естественно, сказал, смогу. Поэтому вот сейчас, как говорится, хочешь, не хочешь, а приходится команду обновлять. А поскольку людей на должности не хватает, стало быть, принимается, ну, как бы, вот в этой ситуации, как бы, логичное решение, да, значит, ну, надо, чтобы было меньше должностей. Спасибо, Иван Константинович, за честный, откровенный, профессиональный разговор. Напомню, что с доцентом кафедры политологии Омского государственного университета Иваном Жуковым мы обсуждали кадровые перестановки в правительстве Омской области. Продолжаем выпуск. Поликлиника номер 8 нас бережет. В медучреждении завершился первый этап обновления в рамках проекта Минздрава страны «Бережливая поликлиника». В качестве изменений презентуют удобство для маломобильных групп населения. Сокращение времени нахождения пациентов в поликлинике, а именно изменение расположений кабинетов и регистратуры, а также новых специалистов, картоношу и администратора. О том, как модернизация бережет пациентов, в нашем специальном репортаже. В поликлинике номер 8 перемены. Она теперь называется «Бережливая». Кого берегут и каким образом, рассказывает главврач. Марина Костенко с воодушевлением презентует новации. Регистратуру перенесли на первый этаж. Для маломобильных граждан отдельное окно. Электронные терминалы с немного двусмысленным названием. Информаты, чтобы не стоять за талоном в регистратуру. И гордость руководства медучреждения. Это новая штатная единица. Должность картоноша. Специальный сотрудник, который разносит медкарты из регистратуры по кабинетам. Комфорт пациентов под ее личным контролем, уверяет Марина Костенко. Я каждое утро заглядываю сюда. Ну, 5-7 человек максимум. Потому что администратор сразу дает объяснение. Если надо, он берет талон. Если надо, он приглашает нужного специалиста. То есть, вот идет по алгоритму. Конечно, это работа всей команды. Это будет дальше продолжаться. Первый этап реализации проекта Минздрава России по оптимизации работы завершен. Журналистам предлагают оценить работу Минздрава. За отзывами долго ходить не приходится. Николай Цокольщук делится впечатлениями от визита в поликлинику. Я пошел к сестре. Она там что-то ворчала, ворчала. Потом дала. На 11.40. На сегодня, на 19 число. Я говорю, дай карточку. Я пойду ее к хирургу. Бесполезно не дала. Сейчас прихожу к хирургу, нет карточки. Сюда прихожу, а где вы? Иди к терапевту. Что-то мне не понравилось. Хожу туда-сюда. Куда подевался новый кадр, в обязанности которого входит разносить медкарточки по кабинетам, и где администратор, который должен проводить заплутавших пациентов до нужного специалиста. Просто система еще не отлажена, сырая, оправдывается в ответ руководства поликлиники. Сырая настолько, что сами сотрудники медучреждения, похоже, не в курсе всех новаций. Накануне съемочная группа РБК Омск отправляется в поликлинику под видом пациентов, проверить, как работают нововведения. Окошко для маломобильных граждан. У нас просто должны сюда приехать. Говорить. Это здесь? А, это кнопка для них, чтобы... Окошко, вроде как говорили. Просто попросили заранее узнать, должен приехать. Я слышу про окошко. Наташа, Олеся, окно для маломобильных граждан. У нас имеется? А, вы имеете ввиду с наконечками? Да, да. Нет, они просто помогают, но да, или что? Сегодня окошко для маломобильных граждан все-таки нашлось. То самое, перед которым накануне сотрудники разводили руками. Под номером 3 в регистратуре с новым ремонтом в корпоративных цветах. Правда, добраться до заветного окна с низкой стойкой инвалиду будет непросто, ведь на входе у пандуса нет кнопки вызова. Вандалы виноваты, объясняет главврач. Буквально накануне презентации подожгли, но уже заказали новую кнопку. Для маломобильных граждан, по словам главврача, вообще созданы все условия. Есть даже специальная коляска, которая, в отличие от обычных, помещается в лифт. Только вот кто поможет людям с ограниченными возможностями, вопрос отведенных для этого специалистов нет. Как выяснилось накануне, функцию доступной среды выполняют охранники. Если, конечно, будут на месте. Там же кнопка есть, вызов кнопка есть, но охранники у нас отказываются чаще всего поднимать. Как выяснилось, охранникам не до пациентов с малой мобильностью. Перед презентацией сотрудники наводят последний лоск, красят батареи. Впрочем, такие универсалы не только охранники. Сотрудники регистратуры теперь по совместительству еще и администраторы и специалисты колл-центра. Это, кстати, еще одно новшество в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Мы даем любые консультации. Также можно заказать талоны, не приходя в поликлинику. В день у нас, где-то так подсчитывали, в среднем 100 звонков. Впрочем, современные технические средства и налаженная, как уверяет руководство клиники, маршрутизация не решают главной проблемы. Талончиков к узким, но востребованным у широких слоев населения специалистов по-прежнему не достать даже через инфоматы. На данный момент нам нужен кардиолог. Кардиолога нету, потому что он вне штата. Это две поликлиники, в двух, вторая и восьмая, в них нету просто кардиолога. И людей отправляют в центры платных услуг медицинских, где, естественно, тоже очереди. Впрочем, эту проблему в поликлинике номер 8, по заверению главного врача, Марина Костенко, уже решают. Через пару месяцев здесь появится и кардиолог, и гастроэнтеролог, и даже ортопедическая стоматология. Врачи уже подобраны, осталось только получить лицензии. Да и на модернизации останавливаться не собираются. Для маломобильных граждан, которые все-таки сумеют попасть внутрь поликлиники, до врачебный кабинет перенесут со второго на первый этаж. Бережливо сделают и женскую консультацию. Здоровье матери и ребенка в государственных приоритетах. А береженого, как известно, и Бог бережет. Омскую общественность попытались лишить денег. Сегодня, обсуждая бюджет на 2019 год, депутаты от КПРФ и ЛДПР в порыве экономии казенных средств призвали вычеркнуть финансирование КТОСов и вдвое сократить аппарат мэрии. Впрочем, озвученные идеи бюджетной экономии и поддержку у остальных депутатов городского совета не нашли. В парламенте предпочли поддержать более конструктивные инициативы. Например, выделить 10 миллионов рублей на поддержку и развитие дворового хоккея. За предложение депутата Максима Астафьева проголосовало большинство. Что для меня очень приятно, что на протяжении второго года депутаты Омского городского совета поддерживают мою поправку в бюджет о выделении дополнительных средств на развитие детского дворового хоккея. По 2018 году это 10 миллионов рублей. И сегодня на заседании городского совета мы приняли бюджет, включая поправку выделения 10 миллионов рублей на 2019 год. Это очень важно, потому что это ремонтируется площадке во всех дворах. Когда мы говорим о создании комфортной городской среды, это тоже в том числе. Покупается спортивная форма для ребятишек. Значит, выделяются деньги на заработную плату специалистам, которые с ними работают. Но самое главное – это вот этот задорный блеск и счастье в глазах детей, которые играют в хоккей, у которых есть для этого условия. Вот это очень важно. В общей сложности социальные расходы бюджета города на 2019 год составят порядка 60%. Помимо этого, серьезные вливания предполагаются в следующем году и в дорожное хозяйство. Более полутора миллиардов рублей, в том числе и на строительство новой дороги на Третьей Островской. Глава департамента финансов Богдан Масан представляет документ во втором чтении. Назвал его бюджетом стабилизации. Доходы на будущий год запланированы в размере 18 миллиардов рублей. Расходы – 19 миллиардов. Стало известно, когда хоккейный клуб «Авангард» вернется в Омск. Губернатор Омской области Александр Бурков на совместном брифинге с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком заявил о том, что гарантированно ястребы вернутся домой в 2022 году. Возможно, возвращение состоится и раньше. Все зависит от сроков реконструкции аварийной арены Омск. Напомню, нынешний сезон «Авангард» вынужденно проводит в подмосковной Балашихе. Фундамент арены Омск оказался подмыт и пошел трещинами. Возникла угроза обрушения. Реконструированный дворец собираются сдать к 2023 году, когда в Омске и Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Работы по восстановлению омской арены профинансируют владельцы «Авангарда». Речи о строительстве нового дворца не идет. Реконструкция будет вестись за счет компании «Газпром» и компании «Газпромнефти». Мы можем сказать, что правительство области планирует вместе с городом Омском построить дорогу по левому берегу, для того, чтобы разгрузить как раз эту площадку перед ареной Омска. Федерация хоккея России уже обратилась с письмом в Международную федерацию с просьбой провести турнир 2023 года в двух городах. Владислав Третьяк признался, что предложение было встречено положительно. Функционеров интересовал только вопрос транспортной доступности. Достигнута договоренность о том, что участники молодежного чемпионата мира будут перемещаться между городами на самолетах. В Новосибирске уже вырыли котлован под новую арену. Омск, в свою очередь, обещает появление новых гостиниц и проведение половины матчей турнира на самом высоком уровне. В Омске Третьяку показали строящуюся академию «Авангарда», которая произвела на него впечатление. Прославленный вратарь советской сборной место проведения молодежного чемпионата мира 2023 года обещал отстоять. Это увлекательное зрелище, потому что они молодые, азартные, много ошибаются. Иногда даже намного интереснее смотреть хоккей, потому что непредсказуемое. Я вспоминаю чемпионат мира, я вот отказывал, азартные, что 3-0 наша команда проигрывала в Баффало, в Соединенных Штатах Америки. Финальный матч канадцам, ну все уже, канадцам радовались, полный стадион, 20 тысяч людей присутствовало. Вот все болели, уже золотые медали повесили, наши пять голов в последний период отвезли, и все. Это все новости на сегодня. С вами был Василий Панчинцев. До скорой встречи. Увидимся. Пока.